В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Около 500 кислородных масок получили медики в РКБ в подарок от видновского предпринимателя. Сам лежал, просто вижу, как врачи с утра до вечера в этих халатах. То есть очень им тяжело. В поселке совхоза имени Ленина приступили к комплексному благоустройству территории. Все было в абсолютно неугодном состоянии. И жители просили произвести здесь хотя бы ремонтные работы. В Ленинском городском округе почтили память поэта Евгения Зубова. Очень нравится стихотворение «Колотушка». Оно посвящено было его отцу. С самого начала пандемии сотни неравнодушных волонтеров помогают медикам в РКБ. Добровольцы дежурят в медицинских учреждениях и на личные средства закупают все необходимое в борьбе с коронавирусом. Вот и сегодня местный предприниматель Андрей Макалкин привез ко входу в зеленую зону больницы 9 больших коробок с кислородными масками. Видновчанин Андрей Макалкин признается, что не понаслышке знает о нуждах и проблемах медиков. Сам лежал с ковидом в РКБ еще в декабре прошлого года. А буквально две недели назад оттуда же выписали его 18-летнего сына. Сам лежал, просто вижу, как врачи с утра до вечера в этих халатах, очень им тяжело, а тут еще они жалуются, что им не хватает, не мог пройти мимо. Спросил, что нужно. Больше всего сказали, что нужны кислородные маски для тяжелобольных, которые находятся именно под кислородом. Соответственно, я их заказал, нашел, купил, вот привез. В итоге медики в РКБ получили в подарок от предпринимателя около 500 кислородных масок, которые сейчас, третью волну пандемии, пациентам больницы просто необходимы. Нам очень приятно, что нас помнят, не забывают, оказывают нам всяческую поддержку. Особенно сейчас, в это непростое время, когда ситуация по-прежнему остается напряженным в плане заболеваемости ковидом. И, разумеется, кислородные маски, они будут являться большим подспорьем в лечении наших пациентов. Предприниматель помогал в РКБ и ранее. Практически с самого начала пандемии он возил на личном транспорте на вызовы врачей. Доставлял им горячие обеды. Периодически и сейчас мне звонят, спрашивают, можно ли я, по возможности, отправляю машину, чтобы помочь. Потому что техника не справляется, люди не успевают сами ходить. Хорошее такое чувство, когда люди тебе благодарны. Это прям незабываемое чувство. Сейчас ковидный стационар в РКБ работает, что называется, на полную загрузку. Из 486 коек заняты практически все. Около 70% пациентов получают кислородную поддержку. Поэтому любая помощь бесценна. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. В шестом микрорайоне города Видное начался долгожданный ремонт внутридворовых проездов. Асфальт на некоторых участках здесь не менялся со времен сдачи домов. А это более 15 лет. Расходы на реконструкцию взяла на себя местная управляющая компания. О том, где именно обновится дорога и когда жителям ждать перемен, расскажет Юлия Поготьян. Жители улицы Березовая говорят, что сначала даже не поверили глазам, увидев в своих дворах строительную технику. Какова была их радость, когда рабочие приступили к капитальной реконструкции внутридомовых проезжих частей. Потому что ямочный ремонт уже не спасал. Колдобины были таких размеров, что проваливались колеса. Я сама автовладелец, и дорога ужасная вообще просто. Поэтому, конечно, очень благодарны. Спасибо. Реконструкция затронула дорогу вдоль третьего дома по улице Березовая и востребованный у автомобилистов отрезок между домами 4 и 6 по Ольховой вниз к Березовой. На обоих участках предстоит заменить асфальт, поставить новый бордюрный камень и отремонтировать тротуар. Основные проезды не ремонтировались ни разу со времен постройки. Домам уже более 10 лет. Поэтому было принято решение к такому вот серьезному комплексному благоустройству, комплексной замене асфальтового покрытия, не ямочному ремонту. Хотя параллельно, параллельно по всем остальным домам по Ольховой и Березовой улице мы также ведем ямочные ремонты, достаточно тоже крупные, объемные. Это и въезды в паркинги, и внутри паркингов, внутри ряда паркингов мы тоже меняем асфальт. На участке задействовано 10 рабочих и 4 единицы техники. Поэтому реконструкция идет высокими темпами. Подрядчик обещает завершить ее к 10 июля. Сейчас пока вдергиваем бордюрный камень и сразу же устанавливаем его. Устанавливаем бордюрный камень, вывозим мусор и засыпаем щебнем. Расходы на ремонт взяла на себя местная управляющая компания. Подобная глобальная реконструкция одновременно ведется и на Ольховой 8. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. В поселке совхоза имени Ленина началось комплексное благоустройство территории. Скоро между домами 3 и 11 появится новая спортивная площадка и несколько зон отдыха для детей и взрослых. Когда работы будут закончены и не выбиваются ли рабочие из графика, выясняли представители администрации муниципалитета и депутатского корпуса. С ними отправилась и наша съемочная группа. На строительной площадке кипит работа. Старые конструкции и покрытие уже демонтировали. Сейчас устанавливают новые бордюры и готовят основания для возведения спортивных тренажеров. Руководитель территориального отдела «Картинский» Андрей Звеков показал депутатам Артему Грудинину и Марии Гаевской фронт работ. Сейчас делают подсыпку и основание. Сама эта спортивная площадка будет многофункциональной. У нее будут футбольные ворота, баскетбольные кольца и сетка для игры в волейбол. А также дополнительно здесь установят секцию с навесом с шестью различными тренажерами. Эта спортивная площадка пользуется популярностью у жителей. Нагрузка на нее высокая. Все давно требовала ремонта, поэтому нынешняя реконструкция – вполне логичный шаг муниципальных властей. Состояние было отвратительное, потому что там были вот такие дырки на всем резиновом покрытии. Все было в абсолютно неугодном состоянии. И жители просили развести здесь хотя бы ремонтные работы. А благоустройства даже никто не надеялся. Работа над тем, чтобы реконструкция площадки наконец воплотилась в жизнь, велась почти год. Можно сказать, что это совместный проект администрации муниципалитета, депутатов, участников общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» и тех, кто проживает в поселке. Очень большое количество неравнодушных жителей, которые приняли участие в обсуждениях, которые высказывали свои предложения. И это, знаете, такая была совместная коллективная работа. Осенью прошлого года мы провели общественное собрание и на протяжении полугода работали над проектом, потом получили денежные средства. И сейчас, насколько вы видите, здесь территория скоро заводится совершенно по-другому, все станет только лучше. Скоро начнутся работы и по соседству. На плане реконструкции видно, что в зону благоустройства попали две площадки. В старом сквере, который уже давно является излюбленным местом отдыха местных жителей, скоро все изменится. Там будет зона игровая для детей с различными канатными лазилками, будет тихая зона со скамейками и планируется зона под навесом для игры в шахматы и шашки. Но не только площади, указанные в проекте, будут благоустроены. Идя навстречу пожеланиям местных жителей, было решено привести в порядок и несколько прилегающих территорий. Мы прошли с подрядчиками везде, где по площадке по муниципальной территории провалы, они будут везде по праву. Они на балансах. Как? Площадка же не на балансах. Площадка же не на балансах. Вышли жители пятого дома, вы просили старую бельевую площадку поменять, ее нет в смехе, но мы под сервисом надеемся, договоримся и с вашей помощью, чтобы они как бы пошли в дом нагрузки. Несмотря на увеличение площади благоустройства, работы планируется завершить в течение месяца. Максим Козлов, Иван Головков, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. 25 лет назад не стало нашего земляка, поэта Евгения Зубова. Его творчество отразилось на многих жителях муниципалитета, а некоторых вдохновило на создание собственных произведений. Друзья и родственники собрались, чтобы почтить память Видновского Есенина. С ними встретилась и наша съемочная группа. Певец Видновского края, так его называют, Евгений Зубов, хорошо известен большинству жителей Ленинского округа. Его всегда любили за удивительную способность связать в одно неразрывное целое красоту природы, тонкость человеческой души и скоротечность жизни. Поэт на земле беззащитен от подлости, зависти, зла. И, видно, совсем не случайно давлеет над гением рог, в тот самый главный тайм, он в мире поведать не смог. В день памяти Евгения Зубова на Месаиловском кладбище собрались его родственники, друзья и почитатели таланта. Они декламировали стихи и вспоминали бытовые истории из жизни поэта. Евгений остался в памяти как человек веселый, всегда имеющий в рукаве пару интересных историй. Поэт очень любил свою семью, поэтому много стихотворений он посвятил именно ей. Мне очень нравится стихотворение «Колотушка». Оно посвящено было его отцу. Он был сторожем в деревне, работал сторожем. И вот когда он ходил по деревне и звучала какая-то колотушка, все знали, что в деревне все спокойно, все хорошо. Имя поэта сегодня известно далеко за пределами округа. Его творчество подтолкнуло многих юных писателей к созданию собственных работ. В этом году Московской областной организацией Союза писателей России, администрацией округа и Центральной библиотекой был анонсирован конкурс «Великий фокусник природа», названный по первой строчке известного стихотворения видновского поэта. Конкурс предполагает и участие тех, кто пишет стихи о природе, но и участие тех, кто фотографирует природу, создает прекрасные фотопейзажи. И вот идея такая, что конкурс будет состоять из номинации поэзии и номинации фотопейзажи. Прием заявок на конкурс «Великий фокусник природы» продлится до 15 сентября. Работы победителей будут напечатаны в одноименном альманахе, презентация которого состоится в декабре нынешнего года. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.